Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда, 9 мая и начинаем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция нисходящая сохраняется. Сейчас мы уже торгуемся ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера. Во вторник по минимальной цене 1.1837 уже обновили данный минимум. И следующая цель по снижению это область 1.1720. Ближайший разворотный уровень по последней формации отмечаем на максимуме, который был зафиксирован вчера на отметке 1.1938. Пара британский фунт-американский доллар также продолжает свое движение нисходящее, но на текущий момент, в отличие от евро, у нас третий день формируется боковое движение. Цена не смогла обновить локальный минимум, который был сформирован 4 мая, но там находятся как раз ближайшие цели для снижения. В том случае, если британский фунт уходит ниже отметки 1.3484, то открываются предпосылки на снижение на 1.3394 и, соответственно, подтверждается нисходящий импульс. В свою очередь, если пара британский фунт сможет закрепиться выше отметки 1.3595, это максимум, который был зафиксирован вчера, то в этом случае можем ожидать начала коррекционного восходящего движения. Ну и дальше уже будем смотреть, во что это движение может перерасти. По паре американский доллар, канадский доллар, как мы отмечали ранее, цена сохранила движение восходящего импульса. Вчера был обновлен локальный максимум, ушли выше отметки 1.2918, и что в свою очередь подтвердило продолжение роста по данному активу. Следующие цели по восходящему движению – это область 1.3119, ну и ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы 7 мая на отметке 1.2836. Пара американский доллар, японская иена также продолжает свое восходящее движение, предпосылки, начало которого мы отмечали в понедельник. Сегодня с утра обновили максимум, который был зафиксирован, соответственно, в понедельник и вчера во вторник. И следующие цели роста – это область 110.04. После преодоления данного уровня уже открываются предпосылки роста до 111 и 112 соответственно. Ближайший разворотный уровень по данной паре отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера на отметке 108.82. По паре австралийский доллар, американский доллар, тенденция нисходящая также сохраняется. Она началась у нас вчера. Первые попытки восходящего движения у нас не уничались успехом. Буквально через один день цена вернулась обратно в диапазон. И вчера мы обновили минимум, который был зафиксирован 4 мая, что подтверждает возврат уже вновь к тенденции нисходящей. Ближайшие цели по снижению – это область 7366, а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальных значениях, которые были зафиксированы 7 мая на отметке 75.42. По паре евро-фунт тенденция нисходящая продолжается. Ближайшие цели по снижению – это область 8674, а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимуме, который был зафиксирован вчера по цене 8809. Золото пока продолжает торговаться в боковике. Предпосылки для продолжения роста сохраняются. Но если мы посмотрим на австралийский доллар, то золото вполне данную тенденцию может повторить. Ну и в свою очередь подтверждение мы получим в том случае, если цена закрепится ниже отметкой 1305 долларов за тройскую унцию. И тогда уже более затяжную коррекцию по золоту мы можем ожидать с целями снижения до 1300 и до 1290 соответственно. Далее у нас на очереди нефть марки Brent. Здесь у нас существенно ничего не поменялось. День вчера был довольно-таки волатильный. Доходили до отметки 73 доллара 70 центов за баррель нефти марки Brent. Но фактически уйти, закрепиться ниже минимума 4 мая мы не смогли. И буквально через несколько часов цена вернулась обратно к ценам открытия. И по факту закрылись выше открытия на несколько пунктов. Но сегодня с утра уже обновили локальный максимум. Торгуемся на максимальных значениях за последнее время. Соответственно следующая цель роста это 78.51. А ближайший разворотный уровень у нас смещается на отметку 73.71. Это тот минимум, который был вчера показан в ходе ценового движения за день. По индексу DAX на текущий момент тенденция восходящая сохраняется. Вчера мы не увидели обновление локальных максимумов. Что говорит о некотором замедлении данного восходящего тренда. Но тем не менее он пока остается в приоритете. Ближайшие цели это уйти выше максимумов, которые были зафиксированы 7 мая. И двигаться по направлению 13.269. Ближайший разворотный уровень по данной формации находится на минимуме, который был зафиксирован вчера на отметке 12.853. Ну и биткоин в рамках часового таймфрейма продолжает свою коррекцию. Ближайшие цели по снижению это область 8800. Следующая цель 8600. Куда может скорректироваться биткоин по отношению к американскому доллару. Но общая тенденция остается восходящей. Поэтому завершение коррекционных формаций в рамках часового таймфрейма будут являться интересными точками для присоединения на продолжение роста по данной криптовалюте. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok